Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать про три удобрения, которые поможут увеличить цветение на томатах. Чем больше будет завязи на томатах, тем больше вы получите урожая. То есть в 2, 3, 4, 5 раз больше урожая именно из-за того, что вы вовремя подкормите свои томаты необходимыми элементами, которые способствуют как раз большому образованию завязей. Давайте начнем. Первое удобрение это удобрение с ровной формулой НПК. У меня тут 16, 16, 16, то есть азота 16, фосфора 16, калия 16. У меня тут агрикола универсальная, вы можете использовать любое удобрение с ровной формулой НПК. Можно даже азофоску, но она не очень хорошо растворяется в воде, поэтому учтите этот момент и растворяйте заранее. Нам понадобится 1 грамм на 1 литр воды. Леечка у меня на 10 литров, значит мне надо 10 грамм на 10 литров воды. Взвешиваем, добавляем в леечку. Следующее удобрение, второе удобрение это гумат калия. Для чего нам нужны гуматы, я думаю вы уже знаете, а если не знаете, то знаете. Гуматы помогают увеличить плодородие почвы. То есть структура почвы становится лучше, она становится плодородной. Растение в такой среде растет гораздо лучше, корни увеличиваются гораздо быстрее. И растение, оно быстрее адаптируется, климатизируется и достаточно хорошо развивается. Нам понадобится 20 мл на 10 литров воды. 20 мл на 10 литров воды. Добавляем тоже в леечку. Ну и третье удобрение, очень популярное, я думаю вы о нем знаете, это монокалий фосфат. Как вы знаете, именно фосфор, большое содержание фосфора, помогает увеличить большое количество завязей. То есть чем больше фосфора, тем больше завязей, больше цветочков на ваших томатах. И чем больше цветочков, тем больше урожая вы получите. В 2, в 3, в 4 раза. То есть чем больше завязей у вас будет, тем больше урожая будет. Нам надо 1 грамм на 1 литр воды, значит 10 грамм на 10 литров воды на шлеечку. Вот. Больше не кладите, так как мы смешиваем разные удобрения, которые при передозировке могут обжигать корни. Поэтому больше не вносите рекомендуемой дозировки. Обязательно перед тем, как вы будете вносить удобрения, увлажните почву. У меня тут капельный полив в теплице, я его заранее включила, у меня увлажнилась почва. И после увлажнения поливаем наши томаты. Такое удобрение стоит вносить 1 раз в 2 недели, до тех пор, пока у вас не появится большое количество томатов. То есть до 2 цветочной кисти я вношу такое удобрение. Плеваем обязательно под корень, то есть не льем томата, а именно под корень. А первое удобрение нам помогает увеличивать рост самого растения с ровной формулой НПК. Второе удобрение гумат калия нам помогает улучшить почву, структуру почвы, чтобы растение хорошо росло, корни хорошо развивались, чтобы иммунитет у растения был высокий, чтобы оно хорошо развивалось при любых погодных условиях. Ну а третье удобрение амонокалий и фосфат нам помогает увеличить количество завязей. Все эти три удобрения можете смело смешивать, вместе уносить, ничего не будет. Это мой опробованный метод и я им пользуюсь уже давно, он работает, никак негативно не влияет. Очень хорошо на нем развиваются томаты и дают очень много урожая. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена. Субтитры сделал DimaTorzok